Друзья, Евангелие от Матфея, 28 глава. Написано, по прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, евреи первый день недели считали воскресением, пришла Мария, Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, вау, не просто маленькое, великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вау, вы когда-нибудь видели ангела? Вы когда-нибудь видели ангела, сидящего на камне вообще? Моя мама видела ангела, который пришел к ней в окно просто. Она говорит, вот здесь он был, он здесь он был, и принес ей весть. Весть обо мне. Это так вдохновляет меня иногда в трудные минуты, потому что ангел сказал, ты родишь сына, и он будет служить мне, он будет благословенным. И знаете, здесь ангел пришел, отвалил камень и сел и сидел на нем. Теперь резкость на самого ангела. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как свет. Слышите, молния, мы же не можем смотреть на молнию, да, то есть молния. Вид его был сияющий, сверкающий, такой сильный, да. Одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Вы знаете эту историю? Что в субботу, после того, когда Иисуса погребли в пятницу, пришли и собрались книжники, фарисеи, саддукеи, пришли к Пилату, и стали говорить, что мы слышали, что этот обманщик, так они Иисуса называли, этот обманщик говорил, что он в третий день воскреснет. И они попросили, говорит, Пилат, мог бы ты дать свою армию, свои войска, чтобы они могли охранять могилу? Потому что ученики наверняка ночью придут, заберут тело, и потом скажут, что он воскрес, и этот обман будет еще хуже, чем все то, что произошло до этого. И тогда написано, что Пилат выделил своих солдат. Это были лучшие войска, отборные. Я представляю себе, как он выступил с речью, как они стояли построенные, и он сказал, ребята, у вас очень серьезная задача, вам нужно охранять тело Иисуса. Вот этот гроб. Мы поставим печати на этом камне. Написано, что там стояли печати, чтобы никто не сдвинул. И он сказал, что если вы каким-то образом проспите ночью, и придут ученики и сдвинут этот камень, камень был огромный, где-то 100-200 килограмм, если придут, сдвинут и украдут тело, то на этом конец вашей всей жизни. Вы не должны допустить этого. И если попытки такие будут, вы должны предотвратить это. Я представляю себе, как они стояли все, и как они каждый шорох слушали очень внимательно, потому что вдруг это крадутся ученики, вдруг эта толпа какая-то идет. Как они стояли возле этого камня, чтобы никто не приблизился, и чтобы ничто из подобного не произошло. И вот написано, что когда ангел пришел и отвалил камень, то тогда все люди, которые охраняли, которые стерегли, они вострепетали и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Он обратился не к этим воинам. Воины лежали на земле. Все в страхе и в трепете. Он обратился к этим женщинам, которые шли, и он сказал, пойдите и посмотрите место, где лежал Господь. Я не думаю, что ангел Господень был послан для того, чтобы тело Иисуса, воскресшее, уже воскресший Иисус, мог выйти из могилы, мы читаем о том, что когда после этого Иисус явился в той комнате, где были собраны ученики, то Он прошел сквозь стену, Он просто явился им, и все. У Иисуса было каким-то образом другое тело. Тело способно передвигаться, не так, как наше тело, сквозь стены. Тело, которое способно было являться просто в тех местах, где все двери закрыты, раз и явился Иисус. Для воскресшего Иисуса не было надобности, чтобы ангел отвалил камень, чтобы он вышел именно через этот вход. Я верю, что он просто поднялся из могилы и пошел на небо. Но ангел Господень, по всей видимости, отвалил камень для того, чтобы женщины, которые пришли туда, могли заглянуть, войти и увидеть, что Иисуса там нет. Могила пуста. Он воскрес. Поэтому ангел Господень отвалил этот камень и сел в ожидании женщин. И вот они идут, они приближаются уже. Мария Магдалина и другая Мария. И ангел, обратившись к ним, сказал первое слово, которое сказал ангел. Он сказал, не бойтесь. Вы помните последнее слово, которое Иисус произнес? Он сказал, совершилось. И потом сказал, Отче, в руки Твои предаю дух мой. И не спустил дух. Умер. Это было последнее слово Иисуса на кресте. И потом эти дни, или этот день субботы, молчание, очень сложный, тяжелый день. И первое слово, которое произносит небеса, это слово, не бойтесь. Войдите, посмотрите. Вот место, где лежал Господь. Дорогие, мы вернемся с вами к этому моменту, но я хотел бы сделать некий обзор последних нескольких дней жизни Иисуса Христа. Все началось с воскресенья. В воскресенье Иисус въехал на ослики в Иерусалим. Это был его третий визит в святой город. И в Иерусалиме было очень много людей, потому что приближались праздники. И на эти праздники сходился народ отовсюду. Вы помните, что ученики постелали одежды свои, срывали пальмовые ветви и говорили, благословен, грядущий во имя Господне. Так мы с вами. Иногда нам хочется славить, нам хочется благодарить Бога, нам хочется сказать Ему, ты благословен, нам хочется выразить свое чувство, и нам хочется вот просто каким-то образом поклониться Ему. И весь народ с Иерусалима знал о том, что Иисус въехал на ослики. Они принимали Его как царя. Они даже не догадывались, что через три дня ими кто-то будет управлять, и вот эту толпу также направят. Но теперь эта же толпа будет кричать совершенно противоположные лозунги. Она будет кричать Иисуса предай смерти на распятие, на распятие Его повинен смерти. Но сейчас, четыре дня до этого, эта толпа постилает одежды и говорит, Асана, царю, Асана, царю, как изменчивы бываем мы, как изменчивы бывают твое и мое настроение. Сегодня у тебя все хорошо, у тебя есть деньги в кармане, ты чувствуешь себя здоровым, полон энергии, сил, мечты, желания, у тебя все получается, и ты говоришь, о Господь, о Господь, я тебя люблю, я тебя люблю, завтра что-то не так. Твоя молитва неотвечена, твои мечты разбились, просто как призрачные замки куда-то улетели и все рассыпались, как песочные какие-то строения на берегу моря. И ты сидишь просто как у разбитого корыта, и у тебя нет уже этого стимула, вдохновения, и вместо славы ты ропщишь, и ты готов сказать, да где этот Бог, почему Он не ответил, почему Он не помогает мне, почему в моей жизни не так плохо. Так было и 2000 лет тому назад. Эти люди были управляемы, и в один день они славили Его, очень скоро они предавали Его на смерть. Вы знаете, что Иисус после этого вошел в храм, Он очистил храм. Когда Он очистил храм от тех, кто продавал, покупал, там, от этих миновщиков всех, Он сказал, ревность по дому Божьему снедает меня. Он сказал, этот дом, домом молитвы наречется. Что вы сделали? Вы сделали Его вертепом разбойников. После того, когда Он очистил от этих людей, которые просто превратили все в бизнес, на все через призму денег смотрели, сколько выгоды мы будем иметь сегодня. Подождите, это святое место. Подождите, это поклонение Богу здесь. Здесь не вопрос денег. Здесь есть что-то глубжее. Сердце. Сердце поклонения Богу. Так в жизни бывает твоей и моей. Я не знаю, есть ли в твоем сердце что-то святое? Наверняка есть. В каждом из нас Бог создал нас таким образом, что есть Дух. Вот та внутренняя наша часть, которой мы общаемся с Богом. И это не вопрос ни денег, ни славы, ни карьеры, ничего-то земного, временного. Все проходящее, все пройдет, все приходящее, все видимое, временное. Апостол Павел говорит, невидимое, вечное. Внутри каждого из нас есть этот магнит к Богу. И это свято. И оно должно быть очищено, это место. Божие Богу, однажды Иисус сказал, кесарю кесарева, разделите это, Божие Богу, отдай Богу то, что Он, что Он достоин получить. И отдай кесарю то, что кесарь достоин. Раздели. Никогда нельзя мешать это вместе. Когда Он очистил это, знаете, что произошло? Он сел, и хромые, слепые, глухие люди стали приходить к Нему. И Он исцелил их. Он исцелял каждого, кто обращался к Нему. Он смотрел на людей глазами любви и сострадания. Он понимал их. Он понимал их боли, их трудности, разочарования. И Он протягивал свои руки и говорил, откройтесь глаза. Люди начинали видеть, танцевать, радоваться, плясать. Жизнь другого качества. Он исцелял многих. Потом мы читаем, что в среду Иисус вообще ничего не делал. Во вторник, удивительно, 25 глава Евангелия от Матфея, если вы изучаете последнюю неделю жизни Иисуса, то вы найдете, что во вторник произошли некоторые очень важные моменты. Иисус произнес две важнейшие притчи. Он сказал о пяти мудрых и пяти немудрых девах. Он описывал последние времена. Перед этим Он говорил с учениками своими. И Он показывал им, что будет происходить в последние времена. Мы с вами живем в эти дни как раз. И это очень полезно, чтобы мы могли читать 24-25 главы Евангелия от Матфея. Там описано то, что будет происходить сейчас. И Он сказал там о пяти мудрых и пяти немудрых девах. Речь идет о том, как церковь, как мы, христиане, с вами живем. И Он называет одних из нас мудрыми, других из нас немудрыми. Хотя внешне выглядят все красиво, все одеты. Девы, которые ожидают жениха, которые ожидают своего возлюбленного Иисуса. Но у одних в сосуде есть масло, а у других его нет. И потом все уснули. Что мне очень нравится в этой притче, что кто-то все-таки не спал. Потому что кто-то стал кричать, вот жених идет, вот жених идет. И они все проснулись. Вау! Где жених? Время! Иисус возвращается! И тогда они поправили свои светильники. У одних вдруг не оказалось масла, масла, масла. Что такое масло? Это хождение с Богом. Это твои личные глубокие отношения с Ним, если они есть. Может быть, они заканчиваются только церковью. После богослужения ты идешь домой, отдыхаешь. Снова неделя трудовая. Снова все закручено, закручено. Потом, вау! Опять воскресенье, опять в церковь. Умничка, что приходишь в церковь. Это здорово! Но это не все. В одном месте, я помню, я был там, на выходе из богослужения написана была такая табличка. Вот сейчас начинается твое служение. То есть здесь это даже еще и не служение. Это здесь мы просто вместе собрались, христиане, почтить Господа, поклониться, услышать Слово Божие, вдохновиться, как-то приблизиться к Богу. И потом мы выходим, идем домой. Вот и начинается мое служение. Встречаю там соседей, знакомых, друзей, недругов. Встречаю тех, кто мне нравится и не очень. И как-то надо жить, все проблемы. Вот и начинается наше с вами служение. Так вот, эти пять мудрых, пять немудрых девы отличались тем, что у них было масло, у других не было масло. И времени купить, восстановить уже не было. Вот она мысль, который меня трезвит очень часто. Есть какой-то отрезок времени. Хронос, греческое слово, как бы хронология, который дан каждому из нас. Есть время. И потом приходит момент, и времени нет. Просто все. Я уже не могу успеть ничего. Если вдруг раздастся голос, вот жених идет, все, что я могу сделать, это очнуться, если уснул, и сказал, о, возлюбленный мой, а если у меня масла нет? А если у меня жизни с Богом не было? А если, будучи в церкви, я жил плотской жизнью, устроял просто себя, себя поставил в центр любимого, делал все, что мне нравится? Если я по факту даже времени для Господа не уделял, Библия у меня пыль только стирал перед тем, как взять ее в церковь, например, если я не жил жизнью с Богом, что я могу сделать? О, я поправлю сейчас, я сейчас пойду куплю масло, там он, Иисус описывает, как они суетятся, они говорят, дайте нам, потому что если мы пошлем, то мы не успеем, дайте, они говорят, не, мы не можем, мы не можем, это наше масло, это моя личная жизнь с Иисусом, я не могу ее дать тебе, я хотел бы, я хотел бы пока время есть, чтобы ты имел тоже свою личную жизнь с Иисусом, чтобы твой внутренний сосуд, твоя душа, твои чувства, эмоции были наполнены им, Иисус показывает это в последние дни, что будет с церковью, потом говорит еще одну притчу о талантах, и в той притче он показывает, что он каждому дал какой-то талант, и вот эта мысль, которая мне очень нравится, никто из нас не смеет сказать, ой, ты меня обошел, я такой бездарный, у меня нету ничего, я вообще, Господи, вот этот умный, этот музыкант, творческий очень, этот там, допустим, явно качество лидера в нем есть, этот вообще такой умница, у него руки золотые, а я, и у меня ничего, ты меня таким создал, что он мне не дал ничего, никакого таланта, ошибаетесь, вы просто не раскрыли еще, то, что вложено в вас, то сокровище, которое вложил Господь в тебя, спит еще, все еще спит, с Господом все может пробудиться, раскрыться, не было ни одного в той притче, кто мог бы сказать таким образом, почему, потому что Иисус дал каждому, каждому дал таланты, вечером того дня пришла Мария, вы помните, она принесла алавастровый сосуд мира, это была огромная драгоценность, ученики моментально посчитали и назвали цифру, цифра ошеломляющая, они сказали, вот в этом сосуде, здесь только денег, здесь только денег, надо пойти продать и раздать нищим, говорил Иуда, кто-то прямо отдернул его, Иисус сказал, оставьте ее, она доброе дело сделала, что она сделала? Она взяла, и она вылила этот сосуд на голову Иисуса, то есть вот содержимое сосуда, и когда она увидела, что этот елей течет по нем, она склонилась и волосами стала вытирать его ноги, А Иисус находился в доме Симона, одного из фарисеев, очень известный человек, очень почетный человек, хотя прокаженный, прятал, видимо, свою проказу, но, то есть, когда женщина здесь, среди мужчин, вытирает волосами своими ноги одному из мужчин, это казалось таким каким-то вызывающим, они прямо стушевались, все ученики, они говорят, зачем, к чему это, что это происходит, Иисус говорит, подождите, вы не знаете, что будет через пару дней, она приготовила тело мое к погребению, и потом наступает четверг, мы называем его в нашем народе чистым четвергом, чистый, потому что очищаем дом, очищаем сердце, потому что в этот день все квасное евреи убирали, всю кухню просто перетирали, перебирали и очищали чистый четверг, что происходило тогда, с самого утра Иисус обратился к своим ученикам и сказал, пойдите в город, пройдите к такому-то человеку и попросите его, чтобы у него мы могли провести Пасху, Пасха вообще был праздник еще до Иисуса, это был праздник выхода евреев из Египта, из дома рабства, и первую Пасху они праздновали еще в Египте, будучи рабами, и поэтому по традиции в четверг, в чистый четверг они должны были взять вот эти чаши благословения и сделать такую необычную трапезу, евреи знают, как это делать, четыре чаши, хотя пятая чаша стояла рядом, это была чаша, которую никогда никто не брал, ее просто ставили, она была полна плода виноградного, но никто никогда не прикасался, она оставалась для Мессии, и когда наступил вечер, Иисус вместе со своими учениками пришли в эту горницу, и там написано возлежали, и вдруг в какой-то момент Иисус поднимается, сбрасывает в себя верхнюю одежду, наклоняется, и берет воды, и начинает умывать ноги, вы знаете, ноги мыли с самого низшего уровня рабы, Петр воспрепятствовал, сказал, учитель, ты вовек не умоешь мне ног, на что Иисус сказал, если я не умою от тебя ног, то ты не будешь иметь части со мной, Петр говорит, тогда всего меня омой, Иисус умывает ноги, и среди них Иуда, который буквально очень скоро побежит и будет предавать Иисуса. И знаете, Иуда уже в это время положил в сердце своем предать Его, он уже разговаривал с первосвященниками, и они сказали, мы не знаем Его, мы не знаем, как выглядит Иисус, он пообещал, что Он приведет и где будет Иисус, и Он поцелует Иисуса, чтобы они не ошиблись, и они сказали, хорошо, мы дадим тебе за это 30 серебряников, есть такая фраза, цена оцененного в Библии она есть, цена оцененного Иисуса оценили, сошлись на 30 серебряниках, но Иуда снова с учениками, и этот план в его сердце, никто об этом не знает, кроме Иисуса, который понимает, что этот человек будет предателем. Иисус моет ноги Иуде, а потом в конце этого говорит, вы идите, ученики мои, и вы поступайте так же, по примеру, который я показал вам, другими словами, Он говорит, вы пойдете в жизнь, вы будете видеть столько ситуаций, пусть для вас не будет чем-то необыкновенным, пусть ваша гордость не остановит вас в том, чтобы склониться, смириться, послужить другому человеку, если нужно ноги умыть, то сделать самую низшую работу, потому что я, будучи учителем вашим, я сделал это, я показал вам этот пример, после омовения ног они снова возлегли, и вот пришло время, когда нужно взять эти чаши и произнести благословение, Баруха, Донай, и они на иврите произносят, первая чаша, Иисус берет, Он во главе угла, или, значит, стола, Он произносит благословение, вторую чашу, все едят, третью чашу, четвертую, Иисус не остановился, Его рука тянется к пятой чаше, и вдруг Он произносит эти слова, которые записаны в Евангелии, сия чаша, есть новый завет в Моей крови, сия творите, когда будете вспоминать Меня, Евангелист другой говорит, вспоминайте Меня, вспоминайте, когда вы будете делать хлебопреломление, вспоминайте Меня, Меня. И тогда они понимают, что Он, что Он Мессия, что Он Учитель. Он берет кусок хлеба, макает в чашу, протягивает Киуде и говорит, Друг, что ты делаешь? Делай быстрее. До этого Он заговорил о том, что один из вас предатель. И Петр не осмелился спросить прямо. Он подбивает Иоанна, потому что Иоанн был очень близок к Иисусу. И Он говорит, Иоанн был младший среди них. И говорит, Иоанн, спроси, кто? И Иисус отвечает Иоанну, тот, кому Я обмакну, подам хлеб, Он предатель. И каждый из них начинает говорить, не я ли Господи? Не я ли Господи? Не я ли Господи? И когда Иисус сказал Иуде эти слова, что делаешь? Делай скорее. Иуда выскочил оттуда, вылетел просто и побежал, чтобы привезти первосвященников и всю храмовую стражу. Сразу после этого Иисус очень быстро взял учеников и они вышли из этой горницы. Было уже темно и они пошли через поток Кедрон на Елеонскую гору и там был старый сад, Кевсиманский сад, где давили оливки и где масло производили. Иисус подошел к ученикам Своим, взял из них трое, Петра, Иакова и Иоанна и попросил их, отойдя немного в сторону, пободрствуйте со Мною хотя бы один час, хотя бы один час. И написано, у них глаза отяжелели, они уснули. Все. И Он начал, отойдя немного от них, начал молиться, но видимо была слышна его молитва, потому что ее услышали ученики и записали. Он говорил, отче, если возможно, пусть минует меня чаша сия. Он говорил, ты можешь все, Господи. И потом он сказал третью мысль, впрочем, не моя воля пусть будет, но твоя. Когда он молился, через некоторое время он подошел к ним и снова попросил, пободрствуйте со мной немного, совсем немного, хотя бы один час. И отойдя немного, продолжал молиться. и они снова уснули. И когда он снова подошел к ним, они увидели, что его пот, это капли крови, которые выступают просто на лице его. Такое напряжение, такая борьба. И сразу после этого он сказал, встаньте, потому что вот приблизился предающий меня. И вдруг шум какой-то, грохот какой-то, что-то происходит вокруг. Они очнулись, смотрят, толпа идет с факелами среди ночи, просто идет толпа, и один из них подходит близко к Иисусу, обнимает его и говорит, радуйся, учитель. Иисус говорит, целованием ли ты предаешь Сына Божьего? И потом делает шаг вперед и говорит, если вы ищете Иисуса, это я. Я каждый день был с вами в храме, почему бы не брали меня? Это я. Когда он сказал, это я, и потом добавил князь мира, который идет, во мне не имеет ничего. В этот момент что-то необычное произошло. Сила Божия коснулась всех этих людей. Они просто упали перед ним. Никто их не толкал, но просто они упали от силы духа, от присутствия Божьего. Петр достал свой меч, хотел заступиться, потому что, когда они шли по пути, то Петр говорил, я никогда тебя не предам. если даже все они предадут. Иисус сказал, Петр еще не пропает, петух, ты трижды предашь меня. Он, нет, Господи. И тут он взял меч, хотел заступиться, ударил какого-то человека, отек ему ухо. И в этот момент Иисус говорит, Петр, положи меч на место. Исцелил его ухо. И эти люди, все, которые пришли, они стали подниматься. Иисус сказал такую фразу, Петр, неужели ты думаешь, я не мог бы умолить Отца Моего Небесного, и Он не поставил бы мне 12 легионов ангелов, переводя на наши цифры, это 78 тысяч ангелов. То есть, Он говорит, Петр, что твой меч? В одну секунду эти ангелы стерли бы с лица земли всех этих врагов и людей, которые пришли взять Меня. Иисус говорит, но я добровольно иду на это. Это вообще новый взгляд. Все ученики в этот момент просто, знаете, разбежались кто куда. Какой-то юноша, там написано, Марк пишет, вышел обвитый пеленой, но они взяли Иисуса и привели его в дом первосвященника. В доме первосвященника они искали какое-либо свидетельство против Него не могли найти. Была глубокая ночь, было холодно, разожгли костер, толпа людей, грелись у костра. Петр следовал за Ним издалека, чтобы как-то безопасно было. И когда было совсем холодно, он приблизился ближе к костру, чтобы погреться. И вдруг какая-то служанка, женщина какая-то узнала Его, говорит, «О, ты был с Иисусом?» Он говорит, «Нет, я не был с Ним». И вдруг другая женщина узнала Его. И он стал клясться и божиться. третий раз Его узнали, когда третий раз Он вообще испугался, говорил, «Нет, я никогда не знал Его, я Его не знаю вообще». Они говорят, «Так речь твоя изобличает тебя, ты с Галилеем, мы чувствуем говор твой». «Нет, нет, 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 я не был с Ним». И в этот момент петух запел прямо среди ночи. И вдруг он вспомнил, что Иисус сказал. Он поднял свои глаза и написано в Библии, они увидели друг друга и взгляд встретился. И в этот момент что-то сильное, глубокое прямо коснулось Петра. Он вышел оттуда и пошел горько плакать. А Иисуса взяли после этого, потому что нашли каких-то двух людей, которые говорили, Он говорил, что этот храм разрущий, я в три дня его воссоздам. взяли и повели его к Пилату, потому что это римская власть. Вы знаете историю, что Пилат в тот день не хотел принимать решения, потому что жена его подошла к нему и сказала, не делай ничего этому праведнику, потому что я этой ночью много пострадал за него. Но в конечном счете, когда вывели еще одного преступника, на праздник был такой обычай отпускать одного из них, его звали Варава, то Пилат говорит, вот Варава, и вот Иисус, я не нахожу в нем никакой вины. Кого хотите, чтобы я отпустил? И вся толпа кричала, Вараву, Вараву, отпусти, а Иисуса на распятие предать смерти. Пилат Пилат будет царствовать в Иудеи по Писанию тысячу лет. Но это из зависти. Пилат говорит, я понимаю, что вы из зависти. Так написано в Библии, что они предали его из зависти. Пилат это понимал. И он знал, что они просто завидуют ему. Он говорит, я не нахожу в нем никакого зла. И они сплели ему терновый венок. И они сняли с него одежду, бросали жребий, кому она достанется. Одели его в багряницу. Это такая одежда как бы царя. И был целый полк там. Это более 600 мужчин. И каждый из них, кто хотел, подходил, плевал Иисуса. Бил. И говорил, ну, ты пророк прореки, кто ударил тебя. Я не знаю, друзья, было ли у вас когда-нибудь, чтобы на вас плюнули, прям плюнули в лицо. А представьте себе два человека, три, десять, плевков. Сто плевков. Он был оплеван. Пророк Исаия говорит, оплеван. Лик его, падше всякого человека. И там даже такая фраза, если человек, он был сукабезображен. Он был изможден, уставший. Наступило утро, и они повели его, чтобы дать ему до сорока ударов, как гласил закон. В истории написано, что римляне боялись переступить эту черту и даже хвалились тем, что они милосердны, что они бьют не сорок раз, а тридцать девять раз. Они били его тридцать девять раз. И его все тело было изорвано в крови. После этого взвалили крест на него и повели и повели на место распятия. Я хочу сказать, что Иисус шесть часов висел на кресте. Рядом возле Иисуса был один разбойник и другой. Поначалу они хулили Иисуса, но потом Дух Святой одному из них дал мысли, которые он принял. Он повернулся к другому и говорит, мы с тобой за дело здесь. А он, что он сделал плохого? И потом сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Иисус в этой огонь и страдании повернулся к нему и сказал, отныне будешь со мною в раю. Друзья, хочу сказать, что когда Иисус умирал, на всей земле была тьма. Это был день, это было после обеда три часа дня по нашему времени. И уже три часа как солнце не давало никаких лучей, померкло. И в это время, когда Бог сделал тьму между землею и им, потому что страдания были так велики, его единственного возлюбленного сына, когда он умирал, он сказал, отче, в руки твои предаю дух мой. Библия говорит, что он взял на себя все немощи и все болезни. Библия говорит, что ранами его мы исцелились, праведник умирал за неправедного. Друзья, три дня очень непохожих. Три дня, пятница, день боли и страдания. Может быть, ты проходишь сквозь свою боль и страдания. Хочу сказать, что Иисус в это время нуждался в друзьях. Нам нужны друзья, которые бы были вместе с нами. Иисус говорил о своей боли открыто. Если ты проходишь свою пятницу, свою боль и страдания, говори об этом, чтобы другие могли поддержать и молиться. Не много настоящих друзей, но в нашей жизни Господь дает нам их. Второй день, день субботы, это день смятения и отчаяния. Можете ли вы представить себе, о чем думали ученики, когда они собрались вместе? Один из них говорил, так мы же знали, что Иуда вор. Мы же понимали, что он может предать Иисуса. Почему мы не остановили его? Другой из них говорил, он же точно сказал нам тогда. Как же так? Кто-то из них повернулся к Петру и говорит, слушай, так ты предал его, что ты сделал? А Петр мог в ответ сказать, а вы вообще убежали оттуда? Потом они голову опустили и начали думать, наверное, о том, что нас всех ждет такая участь. Мы боимся даже выйти отсюда. Нас схватят сейчас, нас убьют сейчас. Представьте себе, если бы Иоанн вспомнил, потому что Иоанн эти слова написал, что Иисус сказал, что вы все соблазнитесь обо мне, вы все убегите от меня, вы все рассеетесь. и потом сказал, но потом вы возрадуетесь, я приду к вам, как женщина, которая рожает, она терпит боль, но когда родит, она не помнит уже. Если бы не вспомнили, рожает женщина, почему Он говорил, это нам, что мы точно так же, что мы точно так же. А Иисус так, знаете, как отец любящий, обо всем сказал, все предупредил, сказал, послушайте, послушайте, я вас жду снова, я воскресну, я приду к вам, послушайте. Но они забыли в тот день, они все были испуганы, потеряны. Может быть, ты проходишь свою субботу, долину смертной тени, что нужно делать в эти дни, в этом сезоне жизни? Знаете, что? Помнить обетование Божие, помнить, что Бог говорил тебе, не забудь, что Он сказал тебе, не забудь, как Он спас тебя, не забудь, как Его рука милующая была протянута к тебе, не забудь, что сделал Он. И потом воскресенье, 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 Иисус поднимается из могилы, и здесь стоит Мария, потому что написано, что после женщин прибежал туда и Петр, и Иоанна, они забежали, нет Иисуса, выскочили оттуда, побежали куда-то дальше, все куда-то бегут, что-то происходит, могила пуста, где Иисус? И Мария стоит и плачет, и Иисус поднимается на небо, чтобы предстать со Свою кровью пред Отцом Небесным, как первосвященник, примиряя Бога Святого, и грешное человечество, становясь этим мостом, соединяющим небо и землю, и Он поднимается с могилы, а здесь стоит Мария, и плачет, и Он останавливается, и в виде человека подходит к ней, она, обернувшись, видит, что стоит мужчина, подумала, что это садовник, и говорит, если ты взял тело Иисуса, снова забыла все обетования, забыла, так бывает у нас, мы забываем, правда, Господь сказал, что Он меня никогда не оставит, Господь сказал, что Он всегда будет со мной, я не чувствую, я не вижу, посмотрите, что происходит, посмотрите, мы забываем, она забыла, и она говорит, если ты взял Его, куда-то положил в другое место, скажи Мне, Иисус смотрит на нее, и говорит, Мария, она узнала это голос Его, голос возлюбленного моего, она упала просто к ногам Его, Он говорит, не прикасайся ко Мне, я еще не восходил к Отцу моему, не прикасайся, подожди, подожди, как сильно Он любит человека, я хочу, чтобы ты знал, что Он ради тебя остановился бы, если бы ты был там, просто потерян, не знаешь, они бегут куда-то, убегают, прибегают, пустой гроб, Его убили, так ужасно все, и Его нет теперь, где Он, мужчина какой-то стоит, ты бы повернулся, ты увидел, что это Иисус ради тебя, дело спасения всего человечества, остановил, сорвал стоп-кран, и Бог Отец не упрекнул Его за это, ради тебя одного Он сделал бы это, когда я увидел это в Библии, ох, если бы вы видели меня, это хватило мне на многое, на много времени, я ходил месяцами, с мыслью, я для Него значу что-то, я не букашка, я не комар какой-то, я не муравей какой-то, Он любит меня, Он знает меня по имени, Он ради меня пришел бы на землю, и сделал бы это же самое, друзья, давайте воздадим Господу благодарность, я не знаю, насколько ты видишь эту картину, сквозь боль и страдание, сквозь отчаяние и потерю, к радости, к воскресенье, к надежде, эти три дня, изменили весь мир, и все человечество, если ты слышишь меня сейчас, и ты хотел бы иметь эту перемену, может быть, ты в пятнице, может быть, ты в субботе, а может быть, ты уже совсем близко, к воскресенью, но еще не наступило оно у тебя, знай, Господь хочет, чтобы сегодня, это воскресное утро, для тебя стало настоящим днем победы, и воскресенья, аминь, Друзья, не могу, не могу закончить, не прочитал вам один стих, этот стих был написан одним пастором, баптистским пастором, в 90-м году, и я прочту его, мы его перевели, поэтому там рифмы может не быть, но мне посыл мысли очень нравится, послушайте, Пятница, Иисус молится, Петр спит, Иуда предает, но грядет воскресенье, Пятница, Пилат в смятении, Совет замышляет заговор, толпа злословит, они даже не знают, что грядет воскресенье, Пятница, ученики разбегаются, как овцы, не имеющие пастыря, Мария плачет, Петр отрекается, но они не знают, что грядет воскресенье, Пятница, римляне избивают моего Иисуса, они одевают его в багряницу, они коронуют его шипами, но они не знают, что грядет воскресенье, Пятница, посмотри на Иисуса, идущего на Голгофу, капли крови стекают, он идет, спотыкаясь, его дух отягощен, но еще только Пятница, грядет воскресенье, Пятница, мир побеждает, люди грешат, и зло усмехается, Пятница, солдаты пригваждают руки моего Спасителя, ко Кресту, они пригваждают ноги моего Спасителя, ко Кресту, и они поднимают его вместе с преступниками, Пятница, но я скажу вам, грядет воскресенье, Пятница, ученики спрашивают, что случилось с их царем, фарисеи торжествуют, что их план сработал, но они не знают, что это только Пятница, и грядет воскресенье, Пятница, он висит на кресте, чувствуя, что он оставлен Отцом, он один умирает, кто-нибудь может спасти его, о, сейчас Пятница, но грядет воскресенье, Пятница, земля сотрясается, небо темнеет, мой Царь испускает дух, Пятница, надежда потеряна, смерть победила, грех взял вверх, Сатана смеется, Пятница, Иисус погребен, солдат стоит на страже, и камень привален к могиле, но это Пятница, только Пятница, грядет воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова